Я такие в стяжку замуровываю. Обычный метеорит. Ты только покрасивее выберешь. Там есть покрасивее. Вот я что им определил, это понимаешь, сколы видишь какие. И пахнет он, как ты говорил. Да, это обычный метеорит. Обычный конкрет класса H. Самый насыщенный. Там есть вообще куски прям железа. Да. Ну тут просто они неравномерные. Ну да, неравномерные. А есть просто, я же говорю, полностью забрызганные. А есть вот такое вот. Я взял на всякий случай. Вот оно. Видишь? Да, это одна из капелек части. Я тебя научу очистить болгаркой, железной щеткой. Да, вниз только держи. Там еще зажадки, знаешь, какие у меня. Я, короче, это начал чистить с оплавлением. Пошла какая-то белая структура. Лавренсит. Он мягкий, как ТВХ, только не лодка. И есть еще такой твердый. Лавренсит это. Вот. Это все лавренсит. Он зеленый. Да, и есть зеленый. Потом камни нашел. Знаешь, смотрю, как камни, такое впечатление, что как будто стена была штука-пулка. И на некоторых есть вот такое черное полностью. А на некоторых, на дно камни, короче, он как бы, знаешь, такой закругленный получается. Как озеро высыхает. И потом репается оно получается. Вот такая сетка. Камни готовые я тоже. Потом камни попадались зеленые. Маленькие. Зеленоватые такие. Вот это лавренсит может в чистую сторону. Вот в перемешку вот это все. Вот большие камни, вот когда привезли эту груду, я что обратил внимание, начал когда капать ее. Вот такие большие и большие камни. Они в одной стороне, а остальная мелочевка в другой стороне. То есть это говорит о том, что скорее всего большая часть еще осталась там. Да, запросто. Этот. Тут смотри. Вот я его, видишь, тут металл. Ну так особо не видно. Видно. Да, да, это. Тут я тебе говорю, задача найти красивые осколки. Ну это понятно. В этом только задача. Ну я просто не пошел на него. Походу, ты хожу на зайца, бывает в полях валяется что-нибудь. На зайца, а наш человек. Нет, это ведь, да, класса. Ну как минимум L. Средний. Ну это все, это все болтовня пустые слова. L, H. Это просто содержание металла. Ну вот это железо, бывает. Да, да. И мы на такое насмотрелись вообще. Мы находим, когда дождь каменная. Мы берем самые крутые осколки, дарить прессе, геологам и так далее. Остальное все мы прячем, выкидываем. Вот такие получше, видишь, и металла тут много. Ага. И, как бы, вот такие очистить легче. Вот такие стоят. А вот такие, как бы, ну, не стоят. Ну, да, да. То есть тебе надо еще там порыться. Там еще есть пупыришки, там много-много, не знаешь, какую-то наплавку. Каменные метеориты любят залапанность. И масло. Вот с железной щеткой сперва слегка. А я что-то побоялся масла. И масло машина, но не пакость, не отработку, а хорошее. Капнул в сторону. Вот так задел. И тут же вытер. И оно становится темным. Я не дома себя хорошо чувствую. Да, железная ржаветка чуть-чуть. А каменные метеориты, они... Тут задача, я говорю, только одна. Найти хороший осколок в форме. Это же вещество, каракол тот же, самый крутой. Понимаешь? Так что метельник, да. Ну, покопайся, найди лучший. А худший можно выкидывать. А что делать? Не совить же. Да там я где-то, ну, килограмм сорок точно нас. Да, да. Мы в среднем находим с холодильника маленький. Сорская вещь. Ну, у меня пяти метра из пациентов. Пяти литров. Пяти килограмм. Не, ты не таскай, ты еще найди. Я просто в первый раз, сам знаю, понатаскал на красивую форму. А потом я их в стяжку шел. Да, серьезно, надо корреспондентам потом. Никому это не надо ничего.